Привет, друзья! Я тут доску приготовил, чтобы на ней нарисовать, как работает наш мозг. Чтобы потом мы объяснили, как доминанты формируются, что в четырёх разных агрегатных состояниях работы мозга и переходном между ними нулевом состоянии, как всё это происходит, и как нами манипулировать можно. Например, как производится расчеловечивание. Или как, например, настраиваются адепты одной религии на адептов других религий. Или, например, как народы одни настраиваются против других, и между ними происходят всякие войны, проблемы и так далее. Я вам расскажу, как это происходит, прямо буду рисовать. А сейчас я хочу дорисовать вместе с вами в коллективном творчестве вот эту картину, которая постоянно у меня переделывается, потому что у меня меняется настроение, в зависимости от того, какие мысли в голову приходят, и в зависимости от того, какие вы даёте мне комменты. Но я всё взвешиваю там, где я согласен. Это гелька перетягивает, и я потом переделываю. Наконец, это становится мужчиной. Я так думаю. А вы там напишите мне, правильно я думаю, в этом плане или нет. Ну, здесь, наверное, не очень хорошо видно, потому что свет не так падает. Ну, в конечном счёте, она ещё в работе. Эта картина. Вы сразу увидите, что и в рисунке она немножко страдает, и в композиции немножко страдает. Ну, наверное, там что-то появляется такое вот. Что-то такое появляется. А вот что там появляется, пожалуйста, вы мне напишите. Я готовлюсь к тому, чтобы мы сделали ролик, такой, который я обещал давно, к которому мы готовимся, и который будет на Телеграме у меня. Поэтому, кто хочет его посмотреть, подписывайтесь также и на Телеграм. И там я расскажу и покажу прямо на схеме, наглядно, не только, как работает мозг, но и какие методики иногда применяют для того, чтобы нами манипулировать. А вы помните, вот был фильм такой, «Мёртвый сезон». Там был такой доктор Хасс, который говорил, что людей можно превратить в исполнителей, когда они будут счастливы от того, что, например, имеют травку покушать там, или ещё что-то такое, женщину на вечер, и будут счастливы исполнять то, что им говорят. Да. И вот звали доктор Хасс, да. А меня зовут Хассаль. Потому что я против расцеловечивания, я, наоборот, за воочеловечивание. Да. И не только я на планете, очень много людей, которые хотят сохранить разум на планете, мир, сохранять мир. И это неправда, что только после войн устанавливается новый мировой порядок. Это экстенсивный путь развития, когда потом неизвестно, что будет потеряно в результате. Может, что-то не восстановится. Это как и в организме. Я вообще во всех этих вещах рассуждаю с точки зрения психофизиологии. Как мозг работает, так же и общество работает, так же и страны между собой, так же и цивилизация. И поэтому я знаю, раз есть две половины мозга, я понимаю, почему есть запад и восток, и почему есть восточность ментальная, ментальность и западная. И какие ценности там первичные, духовные или материальные. Ну, в общем, я не буду далеко сейчас распространяться. Я просто хочу сказать, что одним из вариантов манипуляций является использование слов. Свобода, счастье, пора проснуться, пора открыть глаза. Да, да, да. Вот такие хорошие слова. Милосердие, любовь, да, сострадание, сопереживание. Этими словами легко манипулировать. Да. Потом, значит, у нас ощущения, с помощью которых, или состояния, с помощью которых манипулируют людьми. это может быть наслаждение. Наслаждение, да. Вот если вы знаете, я вам могу сказать, или кому-то напомнить, что Багахава, как она есть, была написана неким таким человеком, который потом создал большую секту. И там были слова резервуар, наслаждение. И молодежь вся туда попала. Да, потом можем манипулировать. Знаете как, я вам сейчас скажу страшные вещи. Самые лучшие, положительные, человеческие качества. Говоря ребенку о них, что ты должен мать свою любить, отца почитать, старших уважать, да, быть внимательным, там, хорошо учиться, и так далее, и так далее. И при этом добавить, потому что ты, например, мусульманин, или потому что ты буддист, или потому что ты христианин, или потому что ты, допустим, ну, представитель какой-то национальности, и получается, что другой этих хороших качеств не имеет. Видите, как просто. Это на подсознательном уровне делается. Потому что ты христианин. ты должен любить ближнего, потому что ты христианин. Ну, и получается, что человек иной культуры или религии ближнего не любит. Автоматически так происходит. на таких уровнях закладывается манипулятивная психология. Я вам еще больше потом скажу, как это делается. Достаточно просто. Хорошо, что я не эксперт по манипуляциям. Потому что эта тема мне не очень интересна. Но, в принципе, я когда на доске буду рисовать, я так нарисую, чтобы эти эксперты, которые создают политтехнологии, не смогли этим воспользоваться. У них мани хватит. Потому что для того, чтобы воспользоваться тем, что я расскажу, надо владеть ключом. Да, ключ это, в первую очередь, открывает у человека человечность. То есть, по существу, научая человека мыслить, снимать стрессы, пользоваться энергией страха для созидания, человек постепенно обретает человеческую сущность или восстанавливает ее. Да, это очень важно, то, что я сейчас сказал. А на самом деле, если человека вывести из равновесия любым способом, он хватается за директивную команду, как утопающий за соломинку, чтобы удержаться, чтобы быть в балансе. Ну, представьте себе, я могу просто взять человека, попросить встать на полумостик и в этот момент, когда он еле стоит, сказать ему, вот теперь ты прямо каменеешь. Да, и 30-40% людей в котель вообще входит. Обычный элемент гипнотической практики. Тестная внушаемость. Потому что я его вывел из равновесия и сказал фразу. И моментально на пике вот этого высочайшего напряжения фраза, которую я сказал, стала для него психологическая установка. А в этом состоянии психологическая установка мгновенно трансформируется в доминанту. И пошла генерализация в мозге. Я рассказываю как специалист. Или, например, показать ему какой-то фокус, чтобы разорвать шаблон. фокусы. пока он еще в таком изумлении говорит ему что-то. Если ты ему это показал и потом это говоришь, он тоже это воспринимает безусловно без всякой критики. Ну, много всяких таких вещей. Ну, вот там, например, делали. По углям бегали горячим, потом, значит, по стеклам прыгали разбитым. Показывали. На самом деле это фокусы. А все с такими разенитыми ртами, как это могут. И этот руководитель, который это проводил, сразу повышает свой авторитет. И его слова становятся значимыми. На самом деле это фокусы. Я много раз это показывал и объяснял, что это фокусы. Даже палец в горячий металл засовываешь, вытаскиваешь и не обжигаешь за счет скорости, за счет такой определенной температуры. Но этого делать не надо. Не надо этого делать. Я вам просто рассказываю, как шаблон разрывается, чтобы потом кто их вам разрывает, потом мог некоторое время вами руководить. А я делаю это просто. Я показываю кубик. Я показываю кубик и говорю, сколько здесь? Ну, он смотрит, говорит, пять. А я говорю, а здесь сколько? Он говорит, допустим, два. Потом опять сколько? Потом опять сколько? Потом опять сколько? Потом опять сколько? Ну, он называет, он же смотрит. А потом я говорю, Я говорю, держи мои руки, чтобы я не обманывал, и медленно поворачиваю, а там единица. Я говорю, как это? Я говорю, ну ты же сам проверял? Сам, сам держал мои пальцы, да. Крепко держал, да. Я поворачивал, я же не мог обмануть? Нет. А там другая цифра. Как это могло быть? В этот момент он в трансе. В этот момент я могу ему потом еще что-то сказать. Ну, короче говоря, разрыв шаблонов. Человек выходит из состояния равновесия, из состояния адаптированности. И в этом состоянии у него очень высокое напряжение. И в этом состоянии он хватается за какую-то информацию, как утопающий за соломинку. Поэтому если у людей вызывать каким-то образом страх, и на фоне этого страха говорит, вот теперь будет так, 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 это становится для них управляющими командами. Ну, ладно, я больше сейчас пока рассказывать ничего не буду. Но вот это запомните, что самые такие слова, святые, я могу сказать, свобода, счастье, здоровье, помощь, ими часто манипулируют. А очень большим грехом, вообще, я считаю, является грех, это когда возбуждаешь надежды и пользуешься этим. Вот это очень грех большой, да, друзья. Поэтому будем культурные, будем понимать все эти вещи. Я почему это все рассказал? Потому что дети наши могут часто попадать в разные компании. И всех-то трясунов, например, там они трясутся и кайф получают. Ощущение наслаждения. Да, и думаю, что это ощущение связано с руководителем, который им это говорит, делать. И они начинают ими управляться. А на самом деле, если вы потрясетесь дома, у вас снимается напряжение, потом сядете на девачек, пустите мосины самотек, и вам тоже станет хорошо. Без всякой секции. Это чтобы вы знали, и когда человек знает, он может этим управлять. Потому что человек управляет только тем, что ему сознано. Все остальное управляете им. До встречи, друзья.